Его надо заполнить. В начале 19 века, когда Америка состояла всего из 13 штатов, американцы жили только на восточной части континента, а западные земли даже в глаза не видывали. Этот факт неизведанности собственной родины не давал покоя третьему президенту США Томасу Джефферсону, который считал, что Соединенные Штаты должны простираться по всему континенту. 18 января 1803 года он обращается с секретным посланием Конгрессу, чтобы получить 2500 долларов для экспедиции на Запад. Цель – дойти до Тихого океана. Секретность была обусловлена одним простым фактом. В то время континентом американцы не заправляли. На отдельные части претендовали британцы, испанцы и французы, ну и, конечно, там изначально проживало множество племён индейцев. Поэтому были опасения, что другие страны с тревогой воспримут новости о разведывательной или исследовательской экспедиции своего конкурента. В итоге, в 1804 году начинается важнейшая для американской истории экспедиция Льюиса Кларка, которая продлится два года. Путь в 8000 миль позволил правительству США впервые взглянуть на обширные земли, лежащие к западу от реки Миссисипи. Томас Джефферсон поручил Льюису и Кларку искать новые торговые пути, наладить отношения с западными племенами американских индейцев, а также составить отчёт о географии, геологии, астрономии, зоологии, ботанике и климате Запада. В конечном счёте, эта экспедиция принесла не только ценные научные и географические знания, типа там 178 неизвестных ранее видов растений и 122 животных. Всё это дало буст экономическим отношениям. Созданные подробные карты буквально открыли путь американским поселенцам и торговцам. Ну и не стоит забывать ещё про военную сферу. Их подробный отчёт позволил правительству определить приоритеты для дальнейшей разведки и в конечном счёте заселения Запада. Военные в виде армейских фортов продвигались на Запад для защиты важнейших транспортных узлов и мест сосредоточения ресурсов. Совсем скоро, через 40 лет, когда Запад в некоторой степени стабилизируется, правительство в сотрудничестве с промышленниками спонсирует строительство железных дорог, которые протянутся через весь континент, соединив Восток с Западом. Да и ещё в 1848 году найдут золото в Калифорнии. Всё это сложно было представить в начале 1800 года. Но спустя всего каких-то 40 лет всем стало очевидно, какой скачок развития принесла экспедиция Льюиса Кларка. Но не унывайте, дорогие зрители, что экстаз исследовательского открытия мы не испытаем, раз всю Землю уже исследовали вдоль и поперёк. Совсем скоро нас ждут открытия на Луне. Когда Льюис и Кларк отправились навстречу открытиям, они понятия не имели, какие получат результаты в конечном счёте. Вам же повезло больше. Вы знаете, что можете ожидать, если решите освоить новую профессию фулл-стэк разработчик на Python в онлайн-школе Skill Factory. Если вы вдруг ещё не знаете, язык Python – один из самых популярных и востребованных языков программирования в мире. При этом он является также самым простым в изучении. Несмотря на простоту, его юзают прям везде. В создании сайтов, игр, онлайн-сервисов, ботов для соцсетей. Зарплаты платят тоже достойные. Достаточно посмотреть на HeadHunter. Я уверен, что вы уже знаете плюшки Skill Factory. Обучение на кейсах реальных компаний-менторов-практиков. Получение портфолио из 10 проектов. Помощь в трудоустройстве. Возврат денег, если по окончании обучения не получите ни одного предложения по работе по специальности. Но эти ребята пошли ещё дальше и разделили свои услуги в зависимости от ваших потребностей. Я же советую выбрать тариф оптимальный. В нём есть 12 индивидуальных консультаций, на которых вместе с экспертом можно разобрать непонятные темы, домашние задания, получить рекомендации по обучению и полезные материалы. Ну и не забывайте промокод MYGAP со скидкой 45%. Так что переходите по ссылке в описании или этому QR-коду и начинайте свои открытия в мире IT. Если с астероидом Психея, о котором мы говорили в прошлом выпуске, всё понятно. Это здоровенный кусок металла, который можно поковырять киркой, а добыто использовать в производстве на Земле. Проблема лишь в том, что находится астероид на расстоянии хренлён километров и лететь до него 6 лет. Но помните, что я говорил в конце прошлого видео? Да, конкретно Психея — это событие дальнего горизонта, но в космосе полно объектов, которые могут быть полезны нам на Земле. И эти объекты, пусть и не такие несметно богатые, но зато поближе. Например, Луна. А теперь скажите, зачем нам нужна Луна? Там ожидают найти золото, как в Калифорнии? Или хотят протянуть туда железную дорогу? Напишите прямо сейчас в комментарии свою версию. Ведь вы же понимаете, что я не просто так сделал это видео. Скорее всего, кто-то уже скоро отправится на Луну. И не просто, чтобы поставить туда флаг своей страны и заснять это на видео. Подобно экспедиции Льюиса и Кларка, Америка планирует исследовать, или, если хотите, разведать, ранее недостижимый южный полюс Луны. Это произойдет уже скоро, всего через 2 года. Да и лететь-то всего лишь 400 тысяч километров, а не полмиллиарда, как до психии. Так нафига им сдался этот кусок сыра в космосе? Вы готовы увидеть то, что изменит ваше восприятие мира? Знание, которое выведет человечество на новый уровень и приведет не просто к очередной технологической революции, а новой эре. Ну, вот он! Ну, не так эпично, как вы ожидали, а что вы хотели? Вы в интернете, тут только и делают, что людей обманывают. Но на самом деле вы видите атомарное строение гелия-3, не путать с обычным гелием. У героя нашей истории не хватает одного нейтрона. И вот этот вот кажущийся безобидный факт приводит к тому, что гелий-3 имеет шанс стать новым, мощнейшим, безрадиационным источником термоядерной энергии. Вообще, этот изотоп гелия изучают уже под сотню лет. И все пророчат ему новую энергетическую революцию. Но вот проблема. На Земле этого изотопа практически нет. Ну, точнее есть, но, как и водится, все интересные штуки находятся в центре. В данном случае Земли. В ядре, если быть точнее, которому хрен подберешься. Проще уж дойти до Луны. Но вы спросите, откуда на Луне этот гелий-3? Дело в том, что Солнце, помимо того, что является батареей для всего живого, так оно еще бомбит ионизированными частицами все космическое пространство. Явление называется солнечный ветер. К слову, благодаря нему мы можем увидеть северное сияние. Так вот, в этой солнечной бомбежке есть герой нашей истории гелий-3. Но атмосфера нашей планеты заботливо защищает от ультрафиолета, но также и от гелия-3. А вот Луна, где практически нет никакой атмосферы, свободно обстреливается изотопом. Окей, а можно цифры какие-то точные? Я пока не вкуриваю значимость. Ну и да, и нет. Как я уже говорил, его изучают под сотню лет, пишут всякие теории, концепции, да прогнозы. Когда я готовил этот выпуск, я нашел вот такой документ НАСА под названием «Лунный гелий-3 и термоядерная энергия», выпущен аж в 1988 году. Можно сказать, это уже исторический документ на 200 страниц. Уже тогда пытались оценить перспективы добычи изотопа из лунного реголита. Сейчас же оценки примерно такие. 100 килограмм гелий-3 потенциально достаточно для обеспечения топливом электростанции мощностью 1000 мегаватт в течение года. Такая электростанция может питать город Миллионик, собственно, тоже в течение года. Для сравнения, чтобы получить 1000 мегаватт, сжигая уголь, потребуется 450 килограмм угля. Только вот мы получим мегаватт-час, а гелий-3 вроде как мегаватт-год. Я, правда, не уверен, что можно просто 450 килограмм угля умножить на 9000 часов, чтобы приравнять это значение, но я думаю, вы понимаете, насколько гелий-3 кажется эффективным. При этом на Луне ожидается, что его, ну, просто дохренища. Помните историю, когда американцы высадились на Луну в 69-м? Ну, когда еще там была куча теорий заговоров, что это все постановка. Так вот, припарковались они вот в этом месте. Если читать, это вроде море транквилитас, транквилитит, короче. Даже в этом месте высадки ожидают встретить реголит с гелием на 5000 тонн. А это получается топливо для сотни электростанций на 50 лет. Иными словами, 100 миллионов людей могут заряжаться от этого гелия в течение 50 лет. Но это был лишь частный пример. Вообще на Луне ожидается найти чуть больше миллиона тонн. При этом еще больше этого топлива ожидают встретить на других планетах. Так что не устану повторять. Хотел бы я родиться чуть позднее. Но, по всей видимости, я хотя бы лунную базу застану. Знаете, проблема всех хайповых технологий и открытий вот в чем. Чаще всего реальное применение будет сильно отличаться от описания светлого будущего перевозбужденных экспертов. Возьмите там блокчейн и криптовалюту, например. Как бы оценка астероида-психея в 10 квинтиллионов долларов не звучала хайпово, в реальности. Только более-менее информацию, что делать дальше, мы получим лет через 20. И это при условии, что все пойдет по плану. Так и с гелием-3. Да, потенциал огромный. Но сколько будет стоить его добыча, логистика и самое главное, как с ним работать, это еще огромный вопрос. Но есть на Луне сокровище, которое сильно понятнее и проще. Мы знаем, как с ним работать. Мы знаем его свойства. Мы его трогали. Более того, мы его пьем каждый день. Пиво-вода. А нам че, на Земле мал воды? Немало. Но она не подходит для цели создать заправочную базу на Луне. Смотрите, вот это вода. Если разделить воду на водород и кислород, то мы получим газообразные состояния, которые довольно легки и имеют малую плотность. То есть занимают много места. А в логистике ограниченность места есть главная проблема. Чтобы проблему исправить, водород и кислород сжиживают, то есть из газа превращают в жидкость. Проще говоря, охлаждают под очень серьезными температурами. Водород под минус 253 градуса, кислород под минус 153. Поздравляю. Таким образом, мы получили ракетное топливо, которое можно подать в камеру сгорания перед отлетом нашей ракеты. А какие последствия для логистики это несет? Вот сейчас внимание. Если вы можете остановиться на орбите Луны или на лунной базе для дозаправки, вам больше не нужно брать с собой все топливо при взлете с Земли. Что делает ваш космический корабль значительно легче и дешевле в запуске. А космические аппараты жрут топливо ну просто как слоны. По несколько тонн топлива в секунду. Чтобы было с чем сравнивать, исторический факт. Для полета на Луну в 1967 году Сатурн-5, который сделал один маленький шаг для человека и гигантский скачок для человечества, содержал чуть менее миллиона галлонов топлива. В переводе в тонну это около 3600 тонн. Понятно, что за 60 лет нашли где оптимизироваться, но это нам для понимания, сколько ракеты жрут топливо и насколько же это топливо увеличивает вес. При этом вы уже догадываетесь, что запуск ракеты с Луны потребует меньше топлива в принципе, чем с Земли. Ну, то есть условно, 100 тонн топлива толкнут ракету вверх сильно выше, чем такое же количество топлива ту же ракету на Земле. Ведь мало того, что гравитация Луны в 6 раз меньше гравитации Земли, так еще на этом лунном шаре атмосферы практически нет. Подводя итог, мысль такая. Если создать устойчивый источник топлива в космосе, то это может сильно снизить затраты и неудачные запуски тяжелых взлетов. Более того, Луна может использоваться в качестве заправки для полетов на другие планеты или ценные астероиды, а также для обслуживания текущих аппаратов. Да мне лично представить сложно, какие возможности могут открыться для рода человеческого. Это как прогнозировать, что найдут на Западе Льюис и Кларк в своей экспедиции в начале 19 века. По одной из оценок НАСА, лунный лед можно добыть в объеме 600 миллионов тонн, а по другим, более высоким оценкам, возможен и миллиард тонн. Оценки, оценки, а когда полетим-то и кто? Ой, блин, правда, я что-то упустил этот момент. Проект Артемида стартует в 2025 году. Летят, как обычно, американцы. Основная цель заключается в том, чтобы понять, как извлекать воду. Дело в том, что там нет вот оформленных айсбергов, как с картинки, которым можно просто подойти там киркой побить и, так сказать, намайнить. Вода в Луне находится в виде крошечных ледяных зерен, смешанных с грунтом, в основном в постоянно затененных областях внутри кратеров вблизи полюсов. То есть, мало того, что структура максимально неудобна, темно там, как в квадрате Малевича, так еще и температура аховая, минус 233 градуса по Цельсию. Все это очень сильно осложняет возможную добычу. Безусловно, умные мира сего придумали разные способы, типа там, возвести большие башни с вогнутыми зеркалами по краям кратера, чтобы отражать солнечный свет в затененной области и поднять температуру рабочей зоны до ультракомфортной, всего-то минус 53 градуса. Ну короче, все эти теории как раз и будут тестировать. Зоны для посадки уже выбраны. Понятно, что они определяли места, где находится больше всего лунного льда, а это как раз Южный полюс. НАСА выбрало уже 13 участков. Вот они, слева направо. И в этом неполитическом ролике происходит ВНЕЗАПНЫЙ ТВИСТ! Гонка за ресурсами никогда не происходила без политики. И вот уже Китай собирается высадиться на Луну, и кто бы мог подумать, тоже на Южный полюс, конкурируя за места с американцами. И вот перед вами возникает уже новый виток колонизации, который случится буквально в течение 15 лет. И мы его увидим собственными глазами. И следующий выпуск будет как раз о политике в космосе. Вы знаете, кому отправить это видео. А мы говорим спасибо иллюминатам нашего ордена. Владу Хапчинску, Сонику Мэйхому, Маверику Ди Эфу и Алексею Батюшеву. А также всем верховным магистрам, консулам, героям и гапникам. Увидимся на следующей встрече! Субтитры сделал DimaTorzok